Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема называется ЭКО. С проблемами зачатия сталкивается немало пар. О современных вспомогательных репродуктивных технологиях нам расскажет сегодня специалист, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью, Министерство захоронения Ульяновской области Гордеева Ирина Викторовна. Скажите, пожалуйста, в чем суть процедуры? Дело в том, что к процедуре экстракорпорального оплодотворения могут прибегнуть супружеские пары, о котором установлен диагноз бесплодный брак или бесплодие. Мы знаем на сегодняшний день, что 15% супружеских пар от общего количества имеет этот диагноз. И для того, чтобы вовремя получить лечение и решить проблему с деторождением, супружеская пара должна обратиться в территориальную женскую консультацию. В женской консультации проводятся обследования и мужчины, и женщины, и проводится при необходимости коррекция и лечение, и выдается направление на проведение программы ЭКО. С 2013 года программа ЭКО проводится на территории Российской Федерации абсолютно бесплатно. И на территории нашего региона действует, кроме того, действует еще программа предварительного обследования перед программой ЭКО. То есть супружеская пара обращается в женскую консультацию, получает направление и на определенное обследование, проводит это обследование совершенно бесплатно, оформляет выписку. Выписка размещается на портале Министерства здравоохранения, и комиссия Министерства здравоохранения выдается направление на проведение программы ЭКО. То есть на сегодняшний день эта процедура проходит достаточно быстро, и, в общем-то, получить эту услугу может практически любая супружеская пара. То есть сразу прямо при обращении? Да. То есть получается следующим образом. Обычно, если беременность, ну должно быть так, что если беременность не наступает в течение одного года, календарного года супружеской жизни, то есть вот бить в тревогу, когда нужно, то есть через год. То есть если супружеская пара не получается зачатие, то они должны обратиться к специалисту в женской консультации, территориальному врачу-акушеру-гинекологу, доктор проводит обследование, выявляет те причины, по которым проблема, в общем-то, ну проблема возначается. Здесь очень важно, наверное, обоих, да? Конечно. Конечно. И что хочется, отметить особенно, что если пациентка понимает, что она достаточно долго наблюдается в женской консультации, и это наблюдение, оно не приносит ей желаемого эффекта, то есть беременность не наступает, то в этом случае нужно обращаться для консультации к специалисту, к врачу-репродуктологу. То есть вот я буквально призываю, конечно, пациентов наших будущих, да, и настоящих, если у вас не получается, если вы наблюдаетесь в территориальной женской консультации и эффекта от наблюдения нет, не тяните время, обращайтесь к специалисту, потому что есть масса причин, ну, в общем-то, они достаточно узкие и разобраться в них сможет только специалист-репродуктолог. Тем более, что у нас в регионе просто зеленый свет, да? Да, у нас в регионе, на самом деле, у нас достаточно большая поддержка осуществляется, и нет, как таковой, достаточно длительной очереди, и если возникает какая-то проблема, то ее решить можно, да, решить можно достаточно быстро, вот, и плюс только в нашем регионе существует обследование перед программой ЭКО, это очень важно, потому что мы все прекрасно понимаем, что обследование очень дорогостоящее, оно занимает, ну, и по времени достаточно длительно, и стоит дорого, поэтому отлично, что министерством здравоохранения нашей области была разработана такая услуга, выделена такая услуга, и вот это вот обследование можно провести совершенно бесплатно, это просто отлично. Предварительно вы сказали, что обследование все проходит, бесплатно, все это, да, но все-таки, может быть, какие-то анализы нужно сделать перед тем, как идти к репродуктологу именно? Вы знаете, как правило, те пациенты, которые к нам приходят, они уже имеют за плечами определенный багаж лечение и обследование, и в этом случае можно посоветовать взять с собой все то, что вы сделали до того, как пришли к специалисту-репродуктологу. Плюс ко всему, я как главный внештатный репродуктолог каждую пятницу провожу бесплатные консультации, то есть, пожалуйста, если возникает проблема, и если вы не понимаете, как ее решить, если у вас есть какие-то сложности, вы можете записаться и прийти на консультацию, и мы с вами обозначим тот план индивидуальных действий, который будет исключительно ваш, и который вам нужно будет выполнить. Ну, тогда для тех зрителей, я думаю, может, назовем, где этот адрес ваш, да, и где вы принимаете? Нужно будет позвонить в медицинский центр Альянс Клиник по телефону 21-31-31, и, в общем-то, сказать, что вы хотите записаться на бесплатную консультацию, вас сориентируют по времени и по месту, и, в общем-то, подберут вам наиболее удобный вариант. Очень доброжелательно всегда. Конечно, это однозначно, других вариантов быть просто не может, только доброжелательно. Скажите, а вот в процедуре ЭКО есть вообще какие-то, может быть, противопоказания, или какие-то есть такие заболевания, которые действительно потом приводят к каким-то сложностям, да, вот к этой процедуре? Понимаете, как, в общем-то, при беременности, да, точно так же и при процедуре ЭКО. Есть тяжелые соматические заболевания, при которых нельзя проводить процедуру ЭКО. То есть тоже такая группа риска? Конечно. У нас есть на сегодняшний день действующий нормативный документ, где очень четко обозначены те противопоказания, при которых программу ЭКО проводить не стоит. Это, как правило, обострение хронических заболеваний, это тяжелые какие-то инфекционные заболевания, тот же туберкулез, это тяжелые заболевания системы кроветворения и сердечно-сосудистой системы. Там достаточно большой перечень, и, в общем-то, те, кто занимается подготовкой пациентов на программу ЭКО, они владеют всеми этими противопоказаниями, и, естественно, прежде чем пациентка направляется на программу ЭКО, она проводит полное обследование. То есть ей проводятся и исследования крови, и она проводит ультразвуковые исследования различных органов, для того, чтобы понять, есть ли у нее на данный момент противопоказания, или их нет. Ну вот, чтобы людям все-таки было как-то проще, давайте просто таким человеческим языком, простым, попробуем объяснить, в чем сама суть процедуры ЭКО. Суть процедуры ЭКО заключается в следующем. Нам нужно получить достаточное количество яйцеклеток. То есть если в обычном физиологическом менструальном цикле у женщины зреет одна яйцеклетка, то при программе ЭКО мы хотим их получить много. И достигается это путем проведения стимуляции суперовуляции. То есть мы назначаем определенные препараты, женщина их принимает, то есть, как правило, она их колет, это инъекционная форма препаратов. По завершении стимуляции суперовуляции мы забираем все эти яйцеклетки, они проводятся доступом трансвагинальным, через проведение пункции, под наркозом это все проводится. То есть по времени это занимает недолго, это не больно, не страшно совершенно. После того, как мы забрали яйцеклетки, мы проводим оплодотворение биоматериалом мужа либо донора. Вот мы сейчас с вами еще поговорим относительно одиноких супружеских, одиноких женщин. И после того, как оплодотворили, то, что оплодотворили эти эмбрионы, мы культивируем. Культивируем, как правило, до 5 суток, до стадии бластоциста, и уже после этого либо переносим женщине в полость матки, либо замораживаем. Как правило, мы получаем несколько эмбрионов, и, естественно, у женщины будет шанс получить беременность еще. То есть, например, мы перенесли эмбрионы, у нас остались замороженные эмбрионы, мы их храним. Храниться они могут сколько угодно, достаточно длительный период времени. И, допустим, по истечении какого-то времени, если женщина хочет еще прибегнуть к услуге ЭКО, ей достаточно разморозить этот эмбрион и перенести его в полость матки. То есть существенно сокращается и временной интервал, и какие-то там трудозатраты, и финансовые затраты. Вот, поэтому есть возможность сохранить свой биоматериал. Но вы уже немного заикнулись о том, что можно ли провести процедуру ЭКО, если нет плавого партнера. Конечно, конечно, можно провести процедуру ЭКО в том случае, если нет плавого партнера. В этом случае есть банк доноров спермы. Женщина может выбрать, исходя из своих предпочтений. Все эти доноры, они обследованы, у нас есть определенный стандарт, по которому мы обследуем этих доноров. И поэтому она, конечно, может воспользоваться и получить малыша. И еще, наверное, я думаю, что это очень важно, что это все конфиденциально, все абсолютно анонимно. Доноры все анонимны. Ну, они могут быть как анонимны, так и не анонимны. Но, как правило, женщина выбирает анонимных доноров. И понимаете, еще какой момент. Воспользоваться услугами донорского биоматериала можно также в рамках программы ОМС. То есть, получить программу ОМС можно в рамках обязательного медицинского страхования. А оплатить услугу этого донора просто в части софинансирования. То есть, и здесь медицина идет на встречу. Конечно. То есть, на сегодняшний момент это не так, как это было 5-7 лет назад, даже 10 лет назад, когда женщина вынуждена была ехать в другой регион. Все это было, в общем-то, достаточно долго, дорого, эмоционально очень затратно. На сегодняшний день она может все сделать на территории своего региона, дома, никуда не выезжая. Ей будет психологически очень комфортно, рядом будет муж, семья. То есть, все сделано для того, чтобы максимально приблизить эту услугу к населению. Скажите, а вот есть такое понятие, сейчас многие говорят об этом, ИКСИ. В чем отличие ЭКО и ИКСИ? ИКСИ – это разновидность оплодотворения. Мы все говорим об ЭКО. Что такое ЭКО? ЭКО – это экстракорпоральное оплодотворение, это оплодотворение вне организма матери. То есть, это оплодотворение в пробирке, а потом этот эмбрион переносится в полость матки. ИКСИ – это тоже вариант оплодотворения, но, как правило, мы рассматриваем вариант ИКСИ, когда мы имеем дело с тяжелым мужским бесплодием. Мы понимаем, что той концентрации, которая имеется у мужчины, той концентрации активно подвижных сперматозоидов, ее просто не хватит для оплодотворения, и в итоге яйцеклетка не оплодотворится. Соответственно, мы должны выбрать наиболее визуально ровные, морфологические, абсолютно с нормальными морфологическими критериями сперматозоид, и именно им оплодотворить эту яйцеклетку. На практике это выглядит следующим образом. У нас есть микроскопы с определенной долей увеличения, это 400 крат увеличение, и сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки именно при помощи определенных микроманипуляторов. Почему ИКСИ? Потому что интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида – это аббревиатура. С английского, поэтому, в общем-то, и этот метод ИКСИ-ИКСИ, а по большому счету ИКСИ – это просто разновидность, которая позволяет нам решить проблему мужского бесплодия. А вот еще такой вопрос, я думаю, тоже телезрителям будет интересно. Есть какая-то статистика по детям, родившимся в результате процедуры ЭКО, как дальше дальнейшая судьба отражается, на их здоровье там нет? То есть, как это вообще? То есть, это абсолютно такие же дети, как все остальные, которые естественным путем получились? Или все-таки есть какая-то вероятность того, что какие-то осложнения могут быть, или чего-то стоит опасаться? Вы знаете, на сегодняшний день это общее мнение моих коллег, что, в общем-то, те дети, которые родились вследствие программы ЭКО, они абсолютно ничем не отличаются от детей, которые родились и были получены естественным путем. То есть, мы с вами сейчас развеем всякие мифы? Абсолютно. Говорить о том, что это какие-то особенные дети с чем-то особенным. Ну, вы же знаете, если мы говорить будем сейчас с вами о предыстории, то первый ребенок после ЭКО – это была девочка Луиза Браун. И эта девочка родила спустя энное количество времени своего ребенка абсолютно естественным путем. Забеременела и родила. В России первый ребенок родился в 1986 году. Это небезызвестная Лена Донцова, которая родилась в научно-исследовательском центре имени Кулакова. И эта Лена Донцова спустя какое-то время тоже стала мамой, и ребенка она получила, то есть, забеременела абсолютно физиологическим путем и родила его. То есть, это абсолютно такие же дети со всеми такими же проблемами, которые могут быть при естественной физиологической, при беременности, полученной физиологическим путем. То есть, не индуцированной беременности. Скажите, а вот еще такой вопрос. Прежде чем идти к репродуктологу и действительно перенести такую процедуру, как ЭКО, нужно ли как-то вести какой-то другой образ жизни? Или, может быть, нельзя заниматься какими-то видами спорта? Или еще какие-то есть противопоказания? Ну, согласитесь, у нас есть общие понятия правильного здорового образа жизни. И мы все прекрасно понимаем, что если мы планируем беременность, то мы должны этот образ жизни здоровый, в общем-то, поддерживать и позиционировать. То есть, вредные привычки, это как минимум надо убирать. Конечно, вредные привычки однозначно должны быть исключены. Должны быть исключены тяжелые физические нагрузки. Должно быть соблюдено правильное питание. Должны быть исключены стрессы. Но на практике это сделать достаточно сложно. Но, тем не менее, мы позиционируем. И еще такой момент. Мы сейчас с вами говорили об эффективности, о результативности рождения детей. Я бы хотела еще поговорить об эффективности программы ЭКО. Все с этого начинают свой визит к репродуктологу. Первый вопрос, который пациенты задают обычно, это насколько эффективна программа ЭКО. Мы можем говорить очень много об процентах, о конкретных цифрах. Но каждая супружеская пара должна понимать, что для нее это будет своя эффективность. Безусловно, если придет супружеская пара в возрасте до 30 лет, например, причиной отсутствия беременности, это отсутствие маточных труб, безусловно, эффективность для данной супружеской пары будет чрезвычайно высока. И, вероятнее всего, беременность будет получена с первой попытки, и все будет хорошо. Если придет супружеская пара в возрасте 38-39 лет, будет женщине, а мужчине, например, будет за 40, и если у нее есть, например, осложнение тяжелое, в анамнезе у нее есть, например, эндометриоз, или у нее, например, мы понимаем, что с авариальным резервом не очень хорошо обстоят дела, то, безусловно, эффективность у этой пары будет значительно ниже. Поэтому эффективность все-таки для каждой пары, она будет своя, она будет индивидуальная. Но я хочу все-таки сделать акцент на том, что в век современных технологий женщина, конечно, и в 40 лет, и в 45, и в 50 выглядит великолепно, у нее есть возможность поддержать свой внешний вид, но нужно помнить о том, что еще есть биологические часы. И исправить биологические часы или замедлить биологические часы бывает очень сложно, практически невозможно. И когда женщина находится в возрасте старше 35-36 лет, вот такое понятие есть, как авариальный резерв, запас ее яйцеклеток, он будет чрезвычайно быстро истощаться, очень быстро снижаться. И получить хороший эмбрион при сниженном количестве яйцеклеток, при невысоком количестве яйцеклеток, бывает очень сложно. Поэтому если женщина, например, не планирует беременность пока, то хотя бы, как минимум, она должна задуматься о сохранении своего биологического материала. Это в наше время сделать абсолютно возможно. То есть есть такое понятие, как репродуктивное здоровье, в принципе, да? Да, есть такое понятие, как репродуктивное здоровье. И уже сейчас ни для кого абсолютно не секрет, и об этом есть масса всевозможных статей, и это доказанный факт, и мы это знаем на практике, мы это понимаем, мы с этим материалом работаем, что если женщина к нам приходит старшего возраста, старшего репродуктивного возраста, то зачастую достаточно сложно и требуется более длительный период времени. И, к сожалению, не всегда это бывает успешно, когда мы можем получить все-таки эмбрион и в итоге получить беременность. Спасибо большое. Вот такой сегодня у нас интересный, содержательный разговор получился. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.